Работа видна уже. Слава столько доделать. И действительно, из четырех районов, где сегодня строятся ледовые дворцы, в Новозыпкове большая стадия готовности. У нас закончены работы по монтажу фундаментов, монтаж металлоконструкций, монтаж ограждающих конструкций, кирпичная окладка вся закончена, устройство теплотрассы, котельная по устройству котельной, и заканчивается монтаж кровли, заканчивается по наружным сетям монтаж водоотведения и водоснабжения. Две большие раздевалки, четыре душевых, комнаты для выдачи и заточки коньков, много подсобных помещений, буфет. В административном здании уже поставили окна, вход будет через парк, благоустройство прилегающей территории на весну. Глава региона оценил темпы строительства, подрядчик опытный, уже два ледовых построил и решил на этом объекте пойти по новой технологии. Мы здесь идем немножко по другой технологии, значит, берем более мощный кран, ставим металлоконструкцию, а потом уже накрываем панели, что позволяет ускорить процесс и не сдерживать другие скородубки. Там шли постепенно, в начале металлоконструкции, а потом все. Подрядчик работает хорошо, молодцы. Трибуны на 60 мест, сама ледовая арена 60 на 30. Сейчас техника разровняет песок и в январе можно заливать лед. Это одна из двух комментаторских кабин будущего ледового дворца в Новозыпкове. По паспорту объект должны сдать в конце сентября, но если, как говорится, все звезды сойдутся, строители утверждают, сдать объект можем намного раньше. И прокомментировать первый хоккейный матч на этом ледовом можно будет либо в конце весны, либо уже в начале лета. Стоимость строительно-монтажных работ чуть меньше 140 миллионов. Все это средства областного бюджета. Подрядчик идет с опережением, освоил более 80 миллионов рублей и уже живет в будущем финансовом году. Мощности нашей организации позволяют сдать строительно-монтажные работы ранее срока. У нас по контракту сентября 2021 года, ну при наличии финансирования. Финансирование полностью есть, начинается с января месяца. Вот сделайте за январь, февраль, марк, вы полностью заплатите. То есть проблем здесь не будет. На сегодня мы уже работаем в счет лимитов 2021 года. Новозыбку они говорят о том, что они сейчас нарабатывают, нарабатывают и попросили, чтобы мы в январе эти суммы им обхватили. И то, что я сегодня обещал, что все, что будет сделано в декабре, в конце декабря, в начале января, то есть как только выходим мы на работу, там после 10-го и начнут работать банки и вся финансовая система, мы им оплатим. Руководству района и области еще предстоит определиться с датой торжественного открытия. Но что касается завершения всех работ и введения спортообъекта в эксплуатацию, то все четыре ледовых дворца должны быть готовы к ледовым сражениям до июня 2021 года. Андрей Бомошин, Владислав Пескунов. События Новозыбков. Продолжение следует...